О политических преследованиях в Одессе заявляет оппозиционный блок. У двух депутатов от этой полицилы прошли обыски. Кто и почему проводил следственные действия, разбирались наши корреспонденты. Виктор Баранский и Виталий Саутенков наиболее активные депутаты оппозиционного блока в Одесском областном совете. Принципиально отстаивают позицию избирателей, выступают за объективное расследование трагедии 2 мая 2014 года. Скорее всего, эта активность считают в оппоблоке и стала одной из причин обысков. В офисы предприятий, связанных с политиками, пришли сотрудники главного управления СБУ. Предъявили решение одного из киевских судов, дескать, проводят расследование о незаконной добыче песка. Оппозиционеры удивляются, неужели силовики не могли придумать более правдоподобного повода для визита. Они, грубо говоря, прицепили предприятия, связанные со мной и своими родственниками к какому-то другому уголовному отделу, которая вообще не имеет никакого, ничего общего ни с тем бизнесом, которым занимаются эти предприятия, ни с самими предприятиями. То есть это абсолютно полнейшая профанация. В подтверждение того, что следственные действия сфабрикованы, уверяют депутаты, свидетельствуют и то, что обыски также прошли в квартире их однопартийца Александра Катичева. В одном из офисов, где прошли обыски, находится общественная приемная народного депутата от АПП-блока Николая Скорика. Сотрудники СБУ сорвали табличку, зашли в помещение. Хотя, говорит парламентарий, не имели на это права. Имущественное отношение к тому офису, который я арендую, это повод зайти для правоохранителей в этот офис. Но еще раз повторяю, этот офис является официально зарегистрированной приемной народного депутата, на которую распространяется все, что связано с депутатским иммунитетом. Это чистое давление на них, на нас, на всю команду. Силовики никаких документов в офисах не изъяли, лишь проверили данные в компьютерах. В СБУ от комментариев отказались. В оппозиционном блоке тем временем подготовили официальное заявление. Выразили протест по поводу случившегося. Случайность или нет? Именно сегодня в Верховной Раде обсуждали законопроект об антикоррупционном суде, который оппозиционеры категорически не поддерживают. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Одесса.